Всем привет! Меня зовут Юджиния, и я ведущая влога «Тысяча и одна история США». Спасибо, что вы зашли на мой канал. На сегодняшний момент очень много новостей. Возможно, мне нужно будет сделать две части. Первая, о которой я буду говорить сейчас, тематическая и посвященная патогенезу коронавируса. Я буду стараться объяснить, как можно доступнее, но будут медицинские термины. Ну что, поехали! Я только что обновила страницу. В мире 3 миллиона 60 тысяч больных коронавирусом, 211 тысяч смертей и 919 тысяч выздоровеющих. Америка теперь пересекла 1 миллион больных. Количество смертей теперь 56 тысяч. Протестировано более 5,5 миллионов. Опять же, если посмотреть на число случаев на миллион населения, Испания намного больше имеет больных, и даже Италия еще немножко превосходит. Вот Бельгия, посмотрите, 4 тысячи на миллион. Так, поехали дальше. Значит, появилась новость такая о том, что молодые и среднего возраста люди, которые имеют слабые симптомы коронавируса, умирают от инсультов. Врачи поднимают шум из-за того, что 30-летние и 40-летние больные остаются парализованы или мертвы. Некоторые даже не знали, что они были инфицированы. Значит, в этой статье несколько есть моментов, которые я хотела бы вам рассказать. У этих пациентов, которые имели инсульты, история болезни пуста, то есть они не имели хронических болезней и не принимали никаких медикаментов. Вот этот конкретный пациент чувствовал себя нормально абсолютно, был дома, и внезапно появились симптомы, такие как изменения в речи, а также он не мог двигать правой стороной своего тела. Изображение показывали большую блокаду на левой стороне его головы. То есть, если коротко, у инсультов есть два вида существует, да, либо разрыв кровяного сосуда и кровоизлияние в мозг, либо блокада тромба. Этому пациенту всего было 44 года. Почему это кажется странным и необычным? Потому что такого размера и такие серьезные тромбообразования свойственны среднему возрасту 74 года. То есть, молодые ребята по 30-40 лет, это не классическая картина, понимаете, это из ряда вон выходящие. У этого 44-летнего пациента решили изъять этот тромб. Значит, если инсульт случился в известное время, если не прошло еще много времени, есть вероятность того, что если изъять тромб из этого сосуда, то можно восстановить кровоток и последствий будет намного меньше. Но это окошечко временное, очень маленькое. Когда его взяли на процедуру, невролог заметил что-то, что он не видел ранее. Но обычно для таких процедур пациенту дают специальную жуткость внутривенно, которая подсвечивает сосуды и позволяет их видеть на экране. И в то время, как кровь протекает по сосудам, можно увидеть, в каком месте этот кровоток останавливается. И здесь говорится, что когда невролог использовал аппарат такой игловидный, чтобы вытащить тромб, он увидел новые тромбы, формирующиеся в реальном времени. В общем, врачи начали обращать на это внимание. Значит, был один отсчет из Вуханчайни, где показано было, что у некоторых госпитализированных пациентов были инсульты. Многие из них были серьезно больны и пожилые. На данный момент три огромные медицинские центры Америки готовятся опубликовать данные по этому феномену с инсультами. Инсульты происходят обычно по нескольким причинам. Значит, могут быть проблемы с сердцем, то есть иногда аритмия приводит к тому, что циркуляция крови в сердце изменяется и приводит к тому, что тромбоциты слипаются и может формироваться тромб, например, от реальной фибрилляции. Например, также противозачаточные тоже поднимают у женщины много риск к инсульту. Блокада артерии из-за колестерола и наркотики. Но самыми плохими, конечно, являются большие сосуды. Это как деревья и ветви, да, то есть есть толстый ствол, а потом есть тоненькие-тоненькие веточки. То же самое с сосудами. Если тоненькая веточка заблокируется и кровь не может попасть к маленькому отделу в мозге, то тогда та часть ткани умирает. Но человек может нормально функционировать, тем не менее, и последствия могут быть более или менее терпимыми. Но если тромб большой, он застрянет еще, когда проходит по большому сосуду, и тогда человек либо совсем умирает, либо теряет определенные функции организма. Давайте я заодно вам покажу. Первыми симптомами инсульта являются изменения в балансе, головная боль, внезапная потеря зрения или изменения в одном или в двух глазах. Асимметрия лица, да, перекошенное лицо, когда человек не может контролировать, либо не может поднять брови. Эта бровь поднимается, допустим, а это нет. И уголок рта. И если человек улыбается, то тоже асимметрия наблюдается. Следующий симптом. Слабость рук или ног внезапная обычно идет односторонняя, да, либо с левой стороны, либо правой. И обычно слабость будет на стороне противоположной от той, где происходит инсульт. Проблемы с речью, естественно, если человек не может контролировать губы, да, свои. И в зависимости от отдела мозга, который теперь имеет повреждение. Ну вот называется аббревиация BeFast. И опять же, почему это важно? Потому что часто люди думают, а что-то не так со мной посплю, завтра лучше будет. И потом они просыпаются утром, а симптомы либо стали хуже, либо уже они как бы вне того золотого окна, когда что-то можно с этим сделать, и эти симптомы уже остаются навсегда. Ну или, конечно, человек может не проснуться и вовсе. У меня есть опыт работы в интенсивной терапии по неврологии и операциям на мозге, поэтому я, в принципе, очень много видела таких пациентов, когда уже запущены симптомы, которые произошли уже несколько недель назад, и мы ничего, в принципе, не могли уже с этим делать, кроме реабилитации серьезной. Вернувшись к этой статье, опять же, да, многие ученые подозревают, что инсульты у коронавирусных больных являются прямым последствием проблем крови. Те из вас, кто не видел видео номер 36, которое называется «Стали известны результаты вскрытия», там я рассказываю больше о изменениях в крови и тромбоцитах. Эти тромбы не только могут быть в мозге. Если вы понимаете, каким образом кровообращение крови происходит, то можно понять, куда этот тромб может попасть, да? Чаще всего тромбы образуются в ногах, в голенях, и когда они отрываются, то они могут попасть в легкие и образовать пульмонарную эмболию. От такого вида тромба пациент может умереть сразу же. Это могло бы быть причиной, почему внезапно люди в Китае падали на улицах, да? Шел человек, шел и вдруг упал. Я была свидетелем нескольких смертей, которые наступали из-за такого вида тромбов легких. Происходит очень быстро, буквально за пару минут человека нет. И такая смерть может быть достаточно внезапная. Если же тромб находится близко к сердечным сосудам, то есть кровь проходит через сердце, но есть сосуды, которые питают сердце. И такая блокада, вот они прям как обхватывают, обвивают сердце. И если тромб путешествует и застреет в одном из сосудов, которое питает ткань сердца, да? В зависимости какого размера сосуд, это может привести к ишемии от смерти миокарда, да? То есть это получается инфаркт миокарда, то есть сердечный приступ. Из-за отсутствия кровотока к сердцу, эта часть сердечной мышцы погибает и она не может уже передавать импульс, который приводит к сокращению сердца. То есть эффективность сердцебиения уменьшается и может развиться серьезная сердечная недостаточность. Ну и естественно, тромбы точно также могут путешествовать в мозг. Опасность коронавируса в чем? Что мы видим уже, что тромбы образуются во многих органах и каким-то образом вызывают активацию каскада свертываемости. И сейчас я вам больше об этом расскажу. В Нью-Йорк-Сити пожарное отделение, то есть пожарное отделение это в Америке не только где пожарники находятся, но и скорые помощи. Отметили, что они забирали в 4 раза больше людей, которые умирали дома по сравнению с нормальным количеством во время пика инфекции. Некоторые из которых, возможно, умерли от внезапных инсультов. Но эти данные неизвестны, потому что не во всех случаях проводилась аутопсия. Еще одна статья появилась 13 апреля 2020 года по изучению тромбозов именно у коронавирусных больных. Кауглопатии. Это не длинная статья, но я вам покажу изображение, которое объясняет это более доступно. Вот это доктор Роджер Шолтс. Я смотрю его канал, он называется Мэтт Крем. Медицинские такие лекции. Значит, он рассказывал также об этой статье. И все эти данные, которые вот здесь описаны на этой страничке, вот они здесь нарисованы. Значит, мы уже с вами говорили о дидаймере. Дидаймеры увеличиваются у коронавирусных больных. Но в этой статье написано, как эти числа увеличиваются в прогрессии в зависимости от количества дней в интенсивной терапии. Значит, вот это на случай 72-летнего здорового мужчины, который находился в реанимации. Изначально дидаймер был 0,69. На четвертый день этот показатель, который, кстати, говорит о свертываемости в крови, это продукт распада фибрина, который образуется после рассасывания тромба. Если дидаймер увеличивается, значит, было много тромбов, которые организм пытается разобрать по кусочкам, да, расщепить. На четвертый день дидаймер был 2,55. На одиннадцатый день 2,81. На двадцать первый день госпитализации дидаймер был 20,63. Вы представляете? Это при том, что он получал 5000 единиц подкожно. Препарат, который, как вы называете, часто разжижает кровь, да, то есть антикоагулянты. Стандартные профилактические, которые получают все пациенты, в интенсивной терапии. На двадцать первый день ему начали давать другую форму гепарина выше. Что еще было интересно? Увеличились показатели факторов свертываемости крови. Я не буду сильно в это углубляться. Два значения здесь. Фактор фон Виллибранта увеличился на 520%. А фактор свертываемости 8 увеличился на 369%. Почему это происходит? И как это можно объяснить? Значит, этот врач, Роджер Шолт, объясняет, что вот это срез кровяного сосуда. То на срезе сосуд внутри выслан эндотелия. И на этом эндотелии есть клетки ACE2, о которых мы уже говорили, что коронавирус может к ним присоединяться, да, рецептором своим, своими этими палочками от короны. Прямо под эндотелием находится фон Виллибрант фактор. Он активируется, когда у стенок сосуда появляются повреждения для того, чтобы активировать каскад свертывания, остановить кровотечение. И когда разрушаются клетки эндотелия, да, из-за того, что вирус присоединяется к ACE2, внутри сосуда этот фактор фон Виллибранта соединяется с фактором свертываемости 8 и начинается тромбообразование. Теперь представьте, что в организме вирус присоединяется в сосудах везде. Да, это объясняет, почему происходит тромбообразование в различных сосудах, не только в легких. Дальше он рассказывает о том, что изначально на коронавирус смотрели как на болезнь легких. Когда вирус присоединяется к ACE2 в легких и вызывает острую легочную недостаточность, да, и отек легких. Но этот процесс также происходит в сосудах, где вирус присоединяется к ACE2, активируется свертывание, начинается образование тромбов. Но кроме этого, нужно вспомнить о том, какую вообще функцию выполняет ACE2 в сосудах. ACE2 контролирует ширину сосудов, да, то есть если нужно повысить давление, то сосуды будут уменьшаться в диаметре. Если нужно, чтобы давление было ниже, они будут расширяться. Это контролируется рецептором ACE2. ACE2 также производит защитную функцию на эндотелии от оксидативного стресса. Если коронавирус выводит ACE2 из рабочего состояния, то тогда на эти уже воспаленные сосуды добавляется образование тромбов, увеличивается уровень ангиотенцина, то есть сосуды суживаются, поднимается давление, то есть выходит из строя сосудистая система. Теперь давайте поговорим о оксидативном стрессе. Мы уже говорили об этом в связи с гемоглобином, то есть у сосудов меняется структура стенки, проницаемость мембран увеличивается, воспалительный процесс еще больше увеличивается. Это приводит к выходу жидкости из сосудов в окружающие ткани, в том числе вокруг легких в легкие, да, отек легких. И многое зависит от изначального состояния человека. Давайте поговорим о людях в зоне риска, то есть у кого уже проблемы с оксидативным стрессом, со стенками сосудов, сердечно-сосудистые проблемы, да, то есть это люди с сердечной недостаточностью, с болезнями сердца, диабетики и люди с лишним весом. Это как раз та категория людей, которые погибают от коронавируса больше всего. Им не помогает ИВЛ, болезнь крови. Также я нашла для вас несколько статей на русском языке, если кому-то интересно, я оставлю ссылки в первом комментарии. Давайте закончим на этом первую часть. Спасибо всем, кто присылает ссылки на новые статьи. Значит, минутка юмора заявления. Прошу за честь недистанционного обучения моих детей мой трудовой стаж как педагогический. Как заставить себя просидеть на карантине еще один месяц? Ну вот и все. Подошел к концу этот выпуск. Спасибо вам за ваше время. Задавайте вопросы, что вам интересно узнать в следующий раз. Не болейте, будьте здоровы. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.